Капитан шахтёра Дарио Сырна передал подарки детям-сиротам Донбасса. К началу учебного года в школы-интернаты Донецка, Макиевке и Амбросиевке футболист отправил спортивный инвентарь для урока физкультуры. Что именно, расскажут наши корреспонденты. Воспитанники Донецкой школы-интерната сразу пускают в ход новые мячи, подаренные капитаном футбольной команды шахтёр Дарио Сырной. О недавних боевых действиях в городе напоминают эти дыры в заборе. Пробитые осколками града и залатанная воронка на поле. Максим Скляр – болельщик шахтёра. Скучает по стадиону и команде. Команды очень не хватает. Раньше ходили на матчи. В интернате есть своя футбольная команда. Ребята не раз занимали призовые места на областных чемпионатах. С большим футболом их связывает многолетняя дружба с командой шахтёр. Уже много лет команду выводили наши воспитанники, когда были матчи. Мы – фан-клуб. У нас есть именно поддержка клуба «Шахтёр». Хочется сказать, что нам этого очень сейчас не хватает, потому что дети любят спорт. И тот инвентарь, который сегодня привезли от капитана команды Дарио Сырна, мне хочется сказать им глубокое человеческое спасибо. Здесь более 120 футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей, а также свистки, секундомеры, фишки, гимнастические обручи, сетки для мячей. Всё это уже отправили в три интерната на неподконтрольной Украине территории. Спортивный инвентарь получат 400 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Для капитана «Шахтёра» это далеко не первая благотворительная акция в рамках проекта «Поможем детям» штаба Рината Ахметова и второй военный конфликт на его памяти. Просто я прошёл через войну. Очень много связано с Донецком и с Донбассом. Поэтому в такой тяжелый период я слушаю своё сердце, свой инстинкт, свою душу и с удовольствием помогаю детьми, чтобы они чувствовали, что их никто не забыл. Пример может быть наш президент клуба Рината Ахметова, который с первого дня отправляет помочь всем. Зимой прошлого года Дарья закупил и передал донецким школьникам 20 тонн мандаринов. Капитаны и футбольный клуб «Шахтёр» собираются и в дальнейшем поддерживать земляков. У нас нет другого варианта, чем помогать и молиться, чтобы всё было хорошо и чтобы всё быстро закончилось. Всё, что в наших руках, мы сделаем.